Им нужна только нажива. Каждый год в акватории Каспия незаконно вылавливается тысячи тонн рыбы. Деятельность браконьеров тяжело усмирить. Они не остерегаются штрафов, их не волнует ущерб наносимой природе. Пограничный сторожевой катер готов к выходу в открытое море. Сегодня перед экипажем стоит важная задача – найти и обезвредить незаконные сети, которые наносят непоправимый ущерб водным ресурсам. От его взора тяжело ускользнуть. Когда за дело берется командир катера Арсен Муртаев, у браконьеров остается мало шансов. Если мы встретим браконьеров, мы сможем догнать их на этом катере? Конечно. Техника довольно-таки серьезная. Мощностей достаточно. Скорости высокие. На Каспии здесь пока мы не наблюдали такой техники, которая могла уйти от нас. Дарик показывает направление. Экипаж проинструктирован. Технические средства катера проверены. Отправляемся. Путь держим в сторону бухты Сулак. Капитан и экипаж быстроходного корабля внимательно вглядываются на водную гладь. Обыватель ничего не увидит среди волн, но заточенный взгляд сотрудников рыбоохраны не пропустят даже малейшую деталь. Вот и в этот раз не прошло и получаса, как они заметили бутылку, выполняющую роль поплавка для сети. Обнаружена сеть вставная. На данных сетях нет опознавательных бирок, маркировки, свидетельствующие об ее принадлежности какой-либо руководящей организации. Изымаем данную сеть из акватории Каспийского моря. На верхнем подборе у нас установлены вместо поплавков пластиковые бутылки, что мы и наблюдаем. На нижнем подборе обломки строительного кирпича. Данные сетные орудия лова могут набрать, скажем, от 150 килограммов до тонны рыбы. То есть все зависит от того, на сколько времени она установлена. Это первая на сегодня добыча, и она оказалась крайне ценной. В браконьерских снастях обнаружили краснокнижного осетра. Рыбу выпустили обратно в свободное плавание. В живом виде выпускаем, естественно, среду обитания. Специалисты признаются, это очень важная находка. Такие методы улова создают серьезный урон водным биологическим ресурсам. Тем более, что подошел период нереста. Следует отметить, что среди выловленной рыбы есть экземпляр особо ценных видов. Это осетровые. Один экземпляр нам удалось спасти и выпустить его в живом виде. Второе – неполовозрелый. Вот он погиб. Значит, ущерб причинен, несомненно, значительный. В сумме это будет пересчитано органом дознания по таксам. Но, говоря уже по конкретным видам рыб, можно сказать, что причиняемый ущерб как экологической значимости существенный. Это выловленная неполовозрелая осетровая рыба. Значит, она не дает потомства. Соответственно, изъятая из оборота. И фактически от этого экземпляра, может быть, как раз уже и не разовется там следующее потомство в значительном количестве, что подрывает в целом запасы осетровых. Сети извлекли из воды, упаковали в мусорный мешок и начистили палубу. Плывем дальше. На этом работа не закончена. Ежегодно в Каспийской акватории измают километры сетей. Проблема стоит остро. Успех не заставил себя долго ждать. Вот и вторая сеть, оставленная браконьерами. И в ней также ценная порода рыбы – кутум. Проблема стоит очень остро. Но мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы скоренить это зло. Постоянно, практически каждый рейд, мы проводим троллиния. В этом году изымается значительное количество сетей незаконных орудий лова. Например, вот в этом году уже изъято свыше 20 километров сетей. У браконьеров изъято свыше 6 километров незаконных орудий лова, составных сетей. Ну вот примерно то же самое, что мы сейчас с вами вытролили. День результативный. Подобные рейды проходят регулярно. Борьбу с браконьерами ведут как на воде, так и на суше. Только за 6 месяцев прошлого года было изъято свыше 2000 тонн контрабандной рыбы. И природоохранные службы только наращивают обороты. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, Новости ННТ.